Дамы и господа, доброго времени суток, 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 каких суток, да не важно, короче, у нас супер классные новости, мы сегодня будем обсуждать интервью Тома Шепарда, это со-участник Rockstar San Diego и игрового журнала, где они обсуждали борьбу с читаками, ну а если честно, они косвенно немного задронули эту тему и тему Луны, точнее приобретение Rockstar Луну и что это такое, что вообще произошло, это супер классное событие и на самом деле борьба с читами ул. Уже началась и это мы тоже обсудим, как на данный момент читаки уже потеряли контроль над ситуацией по сравнению с тем, что было полгода назад. Ну а для того, чтобы понять, что изменилось, давайте вспомним, что было полгода назад. Полгода назад читаки могли делать с вами все, что угодно, перетаскивать к себе в сессию, прыгать к вам в сессию, могли вас крашить, спаунить пум и так далее. И это было, ну честно признаться, лютый ад. Сейчас на данный момент их власть ограничена. Да, 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 серьезно, подумайте вы, да, серьезно, скажу вам я. Да ну нахуй! Действительно, власть читаков ограничена. На данный момент вы можете нажать L, после чего выбрать игрока, в частности, если это будет читер. Вы наводите на него, открывается его социал клаб и вы просто его блокируете. И, как вы думаете, что? Спросите меня, Сократ, что случится? Сократ, что случится? А я вам отвечу, а случится то, что он больше не сможет с вами никак взаимодействовать. Он не сможет вас больше перетаскивать к себе в сессию. Вы не будете перепрыгать на него в сессию. Он не сможет вас крошить. И, в принципе, ничего он с вами сделать не сможет. Все, что вам нужно сделать, это заблокировать социал клаб читака. Да, будущее наступило, и да, это работает. Что же произошло? Том Шепард поделился небольшой информацией относительно приобретения Луны и вообще, как это работает. Действительно, может быть, это действительно правда. И Rockstar реально не знали, как бороться с читаками. Ну, то есть, они не знали, как их вычислить. Они не знали, по какому принципу они работают. И приобретение компании, которая занималась производством читов для GTA, да, ну и, соответственно, для вселенной Red Dead Redemption тоже, ускорило процесс борьбы с ними. То есть, они узнали, как читы, собственно, могут влиять на игровой процесс, как они влияют на других игроков, после чего начали активно работать с ними. И первый шаг против работы с читаками наступил где-то месяц-полтора назад. Вы помните, я делал этот ролик. А если не помните, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Дискорд, ссылки в описании. Самый крупный дискорд-канал в России, в СНГ, посвященный Red Dead Online и Red Dead Redemption в целом, в РУ-сегменте. Ну и если вы хотите поддержать наш канал, обязательно поддержите нас, чеканные монеты. Всего от 49 рублей в месяц вы сделаете нас немножечко ближе к нашей мечте. А наша мечта это мировое господство. Так вот, поддерживайте наш канал и огромное спасибо нашим спонсорам Алексея Котова, Анастасия Морс, конечно же Вовка АСПБ, Энн Колпов, Сир Плей, Предатор, безусловно, и ребята, Нейман и другие спонсоры, которые поддерживают наш канал. Вы видите их на экране. Вернемся непосредственно к нашему ролику. Так вот, полтора месяца назад Rockstar начали уже первые шаги по устранению проблемы с читаками. Они начали устранять проблему телепортов читака к вам или вас к нему. Ну, давайте разберемся для начала, как это работает. Читеры напрямую могут телепортироваться к вам, а могут телепортировать вас к себе. Это разные вещи, абсолютно разные вещи. А почему это разные вещи? Потому что, когда у вас идет резкая смена дня и ночи, резкая смена погодных явлений и так далее, это означает, что вы покинули свою действующую сессию и переподключились в другую сессию. По какой причине вы могли переподключиться в другую сессию? Допустим, ваша сессия опустела, вы единственный в ней игрок. И в поисках новой сессии вас перетараканило, скажем так, в другую, в более полную сессию, и вы туда улетели. Либо вы прыгнули к читаку, но вы этого не хотели делать. Как же это произошло? Формально это происходит так. Вы посылаете запрос к читеру на присоединение в его игру, а он на этот запрос дает утвердительное решение. То есть, да, конечно, дружище, прыгайте, но вы скажете, я такого запроса не давал. Но в этом-то и прикол, прикол чит программ, что формально вы и не хотели бы к нему прыгать, но это сделали. И он сделал это за вас. То же самое из краш игры. Как происходит краш игры? Он посылает на вас данные, до вас доходят данные, что у вас проблема с соединением сервера. Вы думаете, что, точнее, ваш компьютер думает, что у него проблема соединения с сервером. Rockstar думает, что у вас проблема соединения с сервером. И, собственно, дропает вас с ошибкой на рабочий стол. Так это и было. И сейчас эта власть тоже прекратилась. Ну, к сожалению, разработчики в недавнем обновлении чит программы изменили модификацию. И теперь все-таки вас уже дропать на рабочий стол. Раньше вас дропало просто в одиночную сессию. То есть, читер пытается вас закрошить, а вместо того, чтобы вы вылетели на рабочий фон, вас выкидывало в одиночную сессию. Но сейчас, сейчас, сейчас настала эра будущего. Мало того, что вы можете играть спокойно через покерный стол. То есть, уже солянка не нужна и соло-сессию не нужна. Вы можете играть через покер-стол, и вам ничего никто не сделает. Вообще можете не переживать. Более того, вы сейчас можете заблокировать социал-клаб читака и, 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 и. И он вам больше уже ничего не сделает. Пользуйтесь этой информацией и блокируйте всех говнарей, которые вам мешали играть. И напоследок я вам хочу кое-что рассказать. Если вы видите кого-то в игре, кто от имени готика нижнее подчеркивание, любой ник, будь то там Сократ или Сократочка, я не знаю, там Кабан или там, я не знаю, Берников, да кто угодно. Любой человек с ником готика нижнее подчеркивание, это может быть читер. Как они работают? Они меняют свои ники в игре на любой какой захотят. И вы будете думать, что это человек из готики. Но, если вы видите такого человека, допустим, там, готик Сократ, и вам кажется, что он подозрительный, вы нажимаете на него через меню L, открыть профиль, посмотреть профиль, и вас выкинет на отдельное меню социал-клаба. И если в социал-клабе ник такой же, готика нижнее подчеркивание, Сократ, это означает, что этот человек действительно он. А если там другой ник, то это 100% читер, и таких надо блокировать. Блокируйте их, и пусть читаки играют сами по себе в каких-то дерьмовых сессиях. Ну, а с вами была Готика, с вами был Сократ, и это очень радостная новость. Я надеюсь, что на самом деле Rockstar начнет копаться чуть глубже, и сможет решить проблемы уже глобального плана с читаками. Ну, если на данный момент разработчики чит-программы не смогут никак повлиять на это классное событие, что в конечном итоге мы можем играть, наслаждаться игрой при помощи всего лишь одной кнопки блокировать читака. Ой, делите свое мнение в комментариях. С вами была Готика, Сократ, до новых встреч, господа.